И в продолжении темы о подписании майского указа президента. Его обсуждают представители разных сфер. Приоритеты определены. 12 приоритетных проектов, в том числе здравоохранение. Одной из основных, наверное, задач это увеличение численности населения Российской Федерации, устойчивой численности населения Российской Федерации, но и увеличение продолжительности жизни. К 2020 году мы обновим каждый третий фельдшерский акушерский пункт. По онкологическим заболеваниям, если смотреть, то в этом году мы введем строй для того, чтобы увеличить доступность качества диагностики, Центр ядерной медицины. Очень много говорится о том, что мы должны сделать технологический прорыв. В плане того, что новые современные методы преподавания, как в начальном звене, в среднем звене, большое внимание уделяется урокам технологии, основания которых, естественно, у нас будут формироваться те кадры, которые нужны сейчас для цифровой экономики. И, конечно, дальнейшая модернизация системы профессионального и высшего профессионального образования. Вот эти основные направления, наверное, ляжут в основу тех дорожных карт, которые будут разработаны на уровне субъектов Российской Федерации, на уровне Министерства Венск. В указе говорится о том, что мы должны внедрить национальную систему роста, профессионального роста педагогических работников. Не менее чем 50% всех учителей в Российской Федерации должны пройти через эту национальную систему профессионального роста. То же самое мы будем наблюдать и в Чувашской Республике. Мы, деятели культуры и искусства нашей республики, как регион Российской Федерации, Чувашия, конечно, безмерно рады тому, что есть совершенно ясные и понятные задачи, которые ставят перед деятелем культуры и искусства, перед музыкальными исполнителями в целом. Есть основная линия в целом в культуре нашей республики, в культуре, конечно, пространства России. Это целенаправленная подготовка национальных кадров, в первую очередь. И отсюда это очень высокое исполнительское мастерство профессиональных наших коллективов, потому что мы обращены в целом к народу. Реализация указов президента Российской Федерации – это логичное продолжение той работы, которая проводилась в последние 10 лет, строительство спортивных объектов, привлечение жителей, населения страны к регулярным занятиям физической культуры и спортом. И главная задача, которая ставится президентом страны – это не менее половины жителей страны должны быть привлечены к занятиям физической культуры и спортом. Это задача, показатели эти у нас в республике выполняются. К 2024 году у нас показатели должны дойти до 50% и будем полномерно к этому двигаться. Жители и население республики хотят заниматься физической культурой и спортом, укреплять свое здоровье.